Здравствуй, мой дорогой друг! Сегодня мы поговорим с тобой о красоте неземной. Нестребима ведь страсть нашего родного русского человека к украшательству и красоте. И сегодня мы поговорим о круглых и круглых формах, об архитектурных и интерьерных решениях, об одной из них родновидности, которая несет боль, страдания, при этом выглядит круто, классно сначала или на картинке. Мы с тобой поговорим о том, что круглая или полукруглая форма, как в планировочных решениях, как в окнах, как в эркерах, как в ступенях, как, блин, я не знаю, в форме дома, это боль и страдания. А заинтриговал? Давай разберемся с тобой поподробнее. И это будет, напоминаю, стандартная пятиминутка. Это старый гек, и он и в первый раз был мне смешной. На недавней консультации мне потенциальный застройщик, который планирует строить себе дом, точнее говоря, будущий владелец дома, владелица, присылает картиночку, крылечко вот такого, говорит, я хочу такое крыльцо, полукруглое, вот с полукруглыми ступенями, отделано все будет камнем, все будет красиво, все только будет классно, все только замечательно, я говорю, не надо. Он говорит, почему? У человека искреннее недоумение. А почему же так нельзя? Вот на картинке же, красиво. Он говорит, да я даже сама это буду делать. А буквально на следующий день, мы, находясь на одном объекте с обследованием, вдруг видим замечательный балкон, божественный вообще, вот он балкон, огромный на огромном доме, который уже вот в таком состоянии. Тоже кому-то когда-то хотелось красоты. И ты сейчас спросишь, у меня так, собственно, в чем проблема? Красиво же? Красиво. Проблема заключается в самой форме полукруглости. Когда заказчики смотрят картинки в интернетах, всяких пинтерестах, или, может быть, где-то видели это там в телеке, особенно вот это полукруглые окна, у нас люди думают, что это крутяк, что это несложно сделать. При этом они приходят тем же самопроектировщикам, которые там не проектировали замков еще, хочется побольше сделать, говорят, и вот хотим полукруглые. Потому что полукруглые, это классно, здорово, красиво. И получается ситуация, что одни хотят, другие хотят, а потом приходят строители и говорят, вы ебанесь, как это построить. И уже начинается ломание головы уже проектировщики, а потом уже и заказчики начинают ломать голову, потому что сталкиваются с рядом проблем. Первое. Любая полукруглая форма, по определению, это больший расход материалов. К примеру, когда-то в тех же самых благословенных нулевых годах очень любили делать полукруглые или круглые или закругленные коридоры. Любой плиточник, например, тебе скажет, что если у тебя просто прямоугольная плитка, и она лежит там, условно говоря, ладно, фиг с ним, по диагонали, то это расход там плюс 5, 10, 15%. Если ты делаешь какой-то там диагональный срез, то у тебя расход плитки плюсом идет плюс 20%. Но не дай бог у тебя полукруглая форма, вот здесь расход плитки плюс 50%. Когда ты работаешь с таким материалом, которым нужно аккуратно пилить, а плитка плохо пилится, расход дичайший. И это касается, по большому счету, любого изделия, которое полукруглое. Второе. Полукруглые формы. Когда, например, у тебя какая-то арка, точнее говоря, арочные окна, вот как, например, вот на этой картинке мы нашли большой красивый дом, и у него сделаны вот такие вот окна полукруглые. Вопрос, он весь квадратный, нахера там полукруглые окна, это оставим, скажем так, на совести, кто этот дом задумывал, проектировал, рисовал, не имеет значения, сам факт. Вот эти вот окна, когда их начинают выкладывать, возникает вопрос. Если дом, например, в монолите, то там нужно выстраивать сложную форму, которая опалубку, точнее говоря, там по кружалам создают форму, которую потом заливают. Или, если мы выкладываем проем, точно так же делается специальный шаблон, по этому шаблону кирпичом выкладывают арку. А если это еще какая-нибудь тюдоровская арка, которая еще занижена и приплюсна, там вообще начинаются песни с плясками. Ну, красиво же, красиво. Если мы используем какие-то штучные крупноформатные материалы, например, газобетон, то как его закрепить? Понятно, что там придется делать какую-то монолитную конструкцию. Или сначала выкладывать стену, а потом выпиливать этот проем. Ну, выпилишь ты этот проем, а как он держаться-то будет в воздухе? Он же сыпаться начнет. Начинается целая эпопея. Как ты понимаешь, сложность вот этих конструктивных решений, которые приходится вот выкруживать, и как приделывать, это, блин, всегда вот отдельная песня с полукруглым элементом. Давай вот вернемся, например, к этому большому балкону, который был явно приклеен, привинчен, я не знаю, там, присобачен, как это ни называй, карнизный элемент. Но эти карнизные элементы, судя по всему, делались из какого-то материала, которые там, то ли гипс, то ли это может быть из мрамора. И отлить по кружаву такие элементы очень тяжело. Их делали прямыми. И лепили на балкон, лепили, 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 да, поменьше нарезка. И потом, соответственно, эта края-то все равно торчат. Грани-то получаются такие ребистые, как у гайки. Не у этой гайки. Ну, да, там, это восьмигранный. Вот. Как ты их не заделывай, это все равно острый запил. Такое плохое место. И туда будет заходить вода. Соответственно, к чему это привело эти элементы? Отлетают только в путь. И по факту, получается, что сделать-то можно с трудом, с геморроем. Но дальше наступает проблема номер три. Вернемся к крыльцу, с которого я начал. Дело в том, что вот смотри, первый ряд красиво уложенных камушков. Мы же с тобой прекрасно понимаем, что это крыльцо, даже если его накроют навесом, будет постоянно намокать. Туда будет попадать косой дождь, туда будут заметать снегом. И вот этот, растворные швы, которые скрепляют непосредственно вот эти камушки, они очень быстро разрушатся. И когда ты идешь к своему дому, ты наступаешь на этот камушек и выламываешь его. И у тебя твое вот это божественное крылечко придет в негодность примерно на второй-третий год. Если ты живешь на юге, то, может быть, лет пять продержится. Вообще, такие полукруглые вещи очень любят на югах. И люди, насмотревшись на всякую там испанскую, итальянскую, вот эту вот французскую архитектуру замковую, такие пытаются вот эти элементы тащить к себе в нашу среднюю или не северную сторону, где нельзя такие вещи делать. Это сложно и не эксплуатируемо. При том, что само вот это основание, сделанное вот сама платформа, полукруглая, она будет жить. И еще хочется сразу же, прям не уходя далеко от кассы, сложность того, что это будет разрушаться, этим неудобно пользоваться. Хочу тебе сказать, что полезная площадь вот этих, например, крылец, или, к примеру, если ты делаешь большую круглую спальню с большой круглой кроватью, так вот, полезная площадь будет, по сути, равна квадрату, вписанной в этот круг. А вот эти все уши дополнительные, это бесполезная площадь. Она не практически... Да, это красиво. Да, многие мечтают вот о таких кроватях, особенно еще в форме сердечек. Да, блин. Это все какой-то дешевый пафос из каких-то порнушных, блин, я не знаю. Причем в буквальном смысле порнушных видосиков. Типа Санта-Барбары, там что-то такое, эти богатые тоже плачут. Вот эти вот влажные мечты. По мне, вот эта адская порнуха, которую смотреть нельзя. А еще очень прикольно, когда ты начинаешь, например, полукруглой какое-то изделие, там ту же самую спальню, обставлять мебелью и вешать карнизы. И ты вдруг выясняешь, что вот эти вот карнизы, чтобы их сделать точно так же полукруглые и специально гнутые трубы, их еще как-то красиво закрепить, чтобы они нормально висели, стоит как чугунный мост. Все удваивается. Удваивается по цене. А, я уже, по-моему, по цене говорил, да? Увеличение по цене идет просто прямо охренеть как. Неудобно пользоваться, неудобно эксплуатировать, неудобно делать. И всегда вопрос, нахрена это делают люди? Ребят, делают это в основном, потому что где-то насмотрелись. Про, ну, насмотрелись, блин, на какой-нибудь Пинтересте. Кстати, пост про Пинтерест у нас был вот в Телеге. Я его там публиковал, мое отношение, если тебе интересно, залетай к нам в Телеграм. В последнее время я стал туда выкладывать небольшие такие мини-посты, мини-статьи о каких-то вещах. Интересненько, можно поржать, плюс быть в курсе то, что у нас происходит в различных бэкстейджах. Мы вот как раз Тележинку и закидываем. Так вот, люди насмотрятся всяких Пинтерестов. Ну, это сейчас там же берут все вдохновение. Полазят, поездят по каким-нибудь Европам. Сейчас ездят арабские всякие страны, эти Турции. Так, ребят, у них, вот в этих странах, из-за того, что до сих пор очень много строений сохранилось старых. При этом до сих пор много пытаются имитировать новым строительством старые какие-то вещи, вот эти полукруглые штуки. И там, так как я уже говорил, там, где более-менее сухо и тепло, ладно, хорошо, хотя бы тепло, где нету мороза, эти вещи живут подольше. Но точно так же, вот я постоянно, там, когда ездил по Европам разным, или, там, Турции, Египты, тоже постоянно идешь, видишь какую-нибудь полукруглую арку, и вот кусок из нее вывалился. Правильно, и назад уже хрен приклеишь, потому что это надо все целиком собирать. Арочные просто решения, или полукруглые, или округлые, вот эти все вещи, они работают недолгое время. единственное, нужно обязательно оговориться, что если, друг, ты строишь какое-нибудь большое циклопическое сооружение, например, водонапорную башню из кирпича, то да, вопросов здесь нет, это прям, или, там, газгольдер, который раньше их делали, вообще, там, кирпичные, то да, здесь можно совершенно спокойно их делать полукруглыми, потому что полукруг что позволяет делать? Дима, давай накинь. Почему арки полукруглые, стены полукруглые? Блин, наверное, того, кого часто ставили в угол, в детстве, он такой, ворот архитектором нарисует дом без углов. Полукруглые арки над окнами. Когда не было монолитных перемычек, точнее, армированного железобетона, у которой огромные несущие способности, раньше сделать проем над чем-то, что у тебя сверху будет тяжелое, можно было только выкладывая вот этот вот полукруглую форму, которая позволяет перераспределить нагрузку, и при этом обладал очень высокой несущей способностью. Это было вынуждено конструктивное решение, чтобы просто что-то могло выдержать или осаду, или вес сверху. Сейчас это чистый декор. Эта штука осталась тогда. И вот здесь вот, подходя прям к финальному итогу, хочется поблагодарить вот этих замечательных ребят. Через специальную форму эти ребята закидывают нам донаты для того, чтобы мы делали больше нужного полезного контента. И если ты хочешь не присоединиться, вот это, собственно говоря, форма. Welcome. В описании в комментарии ты можешь поддержать нас и это позволит нам делать больше нужного полезного контента. Здесь мы должны с тобой понимать одну вещь. Я не против полукруглых элементов. Если тебе очень хочется, если у тебя есть понимание, как и с чего это делать, если, например, ты делаешь дом из монолита, то монолит позволяет творить разные формы. Монолит вообще это железобетон, в основе которого бетон, позволяет делать что угодно вообще. Но всегда помни одну вещь. Когда ты заказываешь такие вещи, ты должен все умножать на два. Потому что это будет дороже делать, дороже обслуживать, дороже эксплуатировать и чаще ремонтировать. Никуда от этого не денешься. Но опять же есть примеры, когда полукруглые или округлые радуют тело, в смысле радуют глаз, дух и поднимают настроение. Господа, засим на этом хочется завершить. Вам побольше округлости хотел сказать здесь, вот здесь. А девчонкам, а девчонкам просто люблю. Целую во все приятные округлости. До новых встреч. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Та-дам! Та-да-да-дам!